Здравствуйте, уважаемые трейдеры, инвесторы. С вами на связи Виталий Кухта, Кухта Кэпитал. Сегодня мы сделаем обзор рынка, а точнее, как мы всегда делали, аналитику по рынку, но сегодня уклон будет на разбор сделок моих учеников, а также разбор аналитики, той аналитики, которую я делал 21 февраля. Также поговорим в самом начале о S&P 500, поговорим, если кто наблюдал за моими обзорами, которые я делал последние 3 месяца, я предупреждал, что в скором времени я ожидаю сильного балла S&P 500, он в принципе начался, уже около 10% мы падаем, некоторые рынки аналогично, на другие индексы, Европы, Японии, Китая и так далее, они аналогично в таком формате падают. Также хотел обратить ваше внимание на торговлю в средний срок, так как те сделки, которые я сегодня буду показывать, они сделаны в среднесрочном формате. Почему? Так как за последние несколько лет я делал уклон, скажем, на интродэйн, но в последнее время, в этом году, скажем, я обновил свою программу обучения, сделал ее в формате среднесрочного трейдинга. Здесь, конечно, все модели работают и возможно торговать как свинг трейдинг, как дэй трейдинг, но уклон в 2020 году в обучении я делаю именно в этом направлении. Очень интересная цитата от Чарли Мангера, он говорит, что учить молодежь активно торговать акциями, имеется в виду заниматься интродэем, это все равно, что подсаживать их на героин. Кто такой Чарли Мангер, это очень известный человек, можете погуглить. Он работает на Уоррена Баффета, он вице-президент его управляющей компании, собственно, капитал на сегодня 2 миллиарда долларов у него. Поэтому, скажем, на это стоит обратить внимание. Среднесрочный трейдинг, трейдинг интродэйт трейдинг. В данном обучении, скажем, уклон идет на модели, которые образуются на рынке. Можете ознакомиться на сайте с программой, здесь все расписано, обучение идет индивидуальное. Итак, давайте начнем с S&P 500. Напомню, в этом году, в начале этого года, после отпуска, 17 января, я предоставил информацию у себя в фейсбуке, когда же делал обзоры, на то, что фондовый рынок сейчас, он находится на максимум в формате сантимента. Вот по историческим хаям, вот здесь мы находились, скажем, на самом пике, вот по сравнению с предыдущими годами. Цену загнали очень сильно, мы находились выше всех предыдущих максимумов, выше 25 пунктов по этому индексу. То есть все инвестора, все управляющие фонды американские, они видели только индекс вверх. Что это имеется в виду? Вот есть простая такая диаграмма, скажем, если сантимент в формате 90, скажем, 95% смотрит наверх, да, все покупают, все видят светлое будущее, такой сантимент нужно разгрузить. То есть рынок должен скорректироваться, скажем, и потом сходить наверх. Или, скажем, если это точка невозврата, скажем, то он идет на очень глубокую, скажем, коррекцию, такую долгосрочную. Это может затянуться на полгода, на год, на два и так далее, да. Вот как мы видим, биткоин тот же, кто застал торговлю криптовалютами, рынок вырос, там все дальше видели 50 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч и так далее. То есть рынок разгрузили, и рынок там на очень длительное время ушел на минимум, да. То есть откатил где-то в районе 70-80% какие-то другие криптовалюты. Поэтому, скажем, это очень важная информация, этот сантимент рынка. Эти данные платные, их можно покупать, скажем, на американских источниках. Или, скажем, иногда есть доступ в бесплатном формате на разных ресурсах. Итак, давайте посмотрим то, что, скажем, я делал со своими учениками, вот, скажем, расписывал, вот, скажем, прогноз 21-го числа, с прошлой пятницы я со своим учеником, мы обсуждали баллы 7500, вот, как раз, пятничное сильное падение, показало импульс вниз. Мы знаем, что импульс является, возможно, предвестником сильной коррекции или сильного разворота по рынку. Вот у нас и пошло сильное движение. Здесь также была дивергенция на Месси Ди, очень хорошая дневная дивергенция показывает о возможном развороте рынка. Так, что на текущий момент можно сказать по S&P 500? Скажем, вот у нас падение с 3, условно, с максимума 3400 на 2900, это 500 пунктов, это практически более 10%, да, это уже больше на сегодня, скажем, это данные еще на позавчера рассчитывал. То есть, вот у нас пошел сильный обвал. На текущий момент, скажем, конечно, это если смотреть в долгосрочном формате, с минимума 2008 года, это небольшая коррекция, но данное значение, оно может, скажем, извести к возможной дали какой-то коррекции и глобального снижения в район, который я ожидаю в долгосрочном формате, это минимум 2008 года, это в районе 666 пунктов. Это есть такая цифра, многие над ней шутят, но, скажем, я этого ожидаю. Конечно, я не исключаю, что на текущий момент, на сегодня у нас пятница, 28 февраля, скажем, рынок локально, он перепродан, он, скажем, будет какой-то отскок. Конечно, я не ловлю в формате, как некоторые мои знакомые трейдеры, рынок падает, они откупают, скажем, это не мой стиль торговли. Если будет какая-то формация, если она нарисуется, я буду, скажем, рассматривать покупки с дальнейшей коррекцией или, возможно, с перехайем, да, потому что не факт, что рынок с текущим он развернулся, есть несколько вариантов здесь разворота, но, скажем, наше дело трейдерское, мы ищем точки входа и уже ждем дальнейшего развития. Попадем мы на этот разворот или нет, на текущий трейд, скажем, может быть несколько трейдеров. Я уже таких трейдеров делал несколько в этом году и большинство моих сделок выносило по безубытку. Некоторые по стопам, там некоторые хеджировали свои сделки. И в итоге, скажем, со временем должен словить вот это снижение. Дальше. С S&P 500 мы разобрались, скажем, здесь уже на сегодня нечего делать. Возможно, как сегодня пятница, возможно, скажем, какой-то выкуп будет, но, скажем, это такое понятие уже, скажем, очень сложное. Дальше. Можем перейти к канадскому доллару. Постепенно будем приходить по некоторым инструментам. Итак, что у нас по канадскому доллару в прошлом обзоре, 21 февраля, я говорил, что рассматриваю канадский доллар в шорт. Он, в принципе, с прошлой пятницы вниз неплохо себе отработал локально, но дальше ушел по тренду и не смог сломить данный тренд. Но мы в нашем трейдерском клубе эти моменты мы отслеживаем. Вот я сейчас постепенно вам покажу скриншот из закрытого трейдерского клуба. Вот это прогноз от 20 февраля, который я делал еще в четверг вечером, прошлый четверг. И 21 февраля я говорил о возможном шорке. Скажем, рынок локально отпадал. Один из моих учеников, Михаил, заработал как раз в прошлую пятницу на шорке. В принципе, неплохо. Там около приблизительно 50 пунктов движения взял. Он закрылся. Достаточно неплохо. Дальше мы за этой сделкой следили. Я писал ребятам на текущей неделе, 25 февраля, что то, что образовал канадский доллар, оно похоже на лонг. И оно, в принципе, скажем, я также говорил в прошлую пятницу, что у нас есть уровень 1.3270. Если мы закроемся выше данного уровня, то рассматриваю лонг. И он, в принципе, неплохо себе отработал, даже больше, нежели, скажем, я ожидал. Но это такое уже, да. Вот сделочка, которую я делал. Так, это не она. Так, сейчас посмотрим. Вот она, да. Это такие, скажем, свинг-сделки небольшие, скажем, одна по стопою, скажем, я ребятам показывал, почему там логика входа, скажем, все описано, в клубе ребятам с их учениками я описываю. То есть, первый вход был по безубытку вынесло, скажем, перезашел, так как все-таки ждал, данного уровня рискнул. Конечно, момент был рискован, но сделка себя отработала. На текущий момент, что возможно сказать по канадскому доллару, тренд у нас летит наверх. На текущий момент формируется дивергенция на гневке, но точки входа в шорт на текущий момент нет. Я ее буду ожидать, если будет сигнал, я буду писать ребятам в закрытом клубе уже по факту действия будет ли точка входа на разворот контр данного тренда, потому что мы, как видим, пошли хорошо по тренду. Дальше. Что интересно возможно сказать по фунту. Фунт на текущий момент застрял возле поддержки. В прошлую пятницу я говорил, мы находились вот здесь торговались, я сказал, что я видел, рассматривал лонг, он в принципе неплохо себя отработал, более 100 пунктов, свинговая сделка, да, но потом мы начали исследовать с ребятами данный инструмент, и скажем, по скажем, фунт, 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 так, вот 25 числа, вот и скриншот с закрытого клуба, я писал 25 февраля, что рассматриваешь он чуть-чуть ушел по-другому, я его не торговал, скажем, он чуть-чуть ушел с более глубоким выносом, но в итоге, как мы видим, фунт себя отработал, идея как лонг, скажем, с прошлой, с прошлой пятницы я писал, посмотрите прошлые обзоры, так и шорт идея отработалась, но чуть-чуть под другим соусом, и на текущий момент, что возможно сказать по фунту, удерживаем уровень поддержки в районе 128-70, если мы его сможем пробить, скажем, то у нас полет будет нормальный по дарам инструменту, мы будем падать в район 127-70 и дальше 125-80, возможны падения. Альтернатива какая по фунту, если сегодняшняя дневка, скажем, или там уже на следующей неделе будет сильный выкуп в этот район, то я рассматриваю там среднесрочный лог. Но на текущий момент явный рынок, возможно, даже сегодня будут продавливать данный инструмент. Дальше, что интересного было по доллар-ЕС, доллар-ЕС обвалилась, я этого не ожидал, но если вы помните, я говорил, что по доллар-ЕС есть довольно интересный уровень 112, да, 112 с копейками. И сказал, что рассматриваю шорт по данному инструменту, скажем, небольшой, но он превратился, скажем, более сильное движение, импульсное, да, и, скажем, я данный актив не торговал, но один из моих учеников торговал в кросс-пару, связанную с фра-Еной, это кат-Ена, скажем, там практически аналогичная картина была, сейчас подородится, вот, это 24-го числа сделочку получил, кат-Ена, вот у нас точка входа в шорт с небольшим стопом 17 пунктов, конечно, было взято 136 пунктов, рынок больше оборился, вот здесь на дневках описано также причину входа, недельного уровня взят, модели точки входа понятные, на часовиках уже образовались, здесь эта сделка была такая рискованная, но возможная, я в прошлый раз говорил, что доллар иена возможны, но достаточно рискованно, на текущий момент, скажем, здесь на сегодня уже нету каких-то торговых моментов, рынок валится, уходят акции и хеджируется иеной, там, золотом и так далее, дальше, также интересные, ну, в принципе, по Audi, я говорил, что еще прошлый раз, что смотрится вниз, но, в принципе, падает, NZD аналогично смотрится вниз и сегодня мы падаем, скажем, конечно, могут быть какие-то отскоки, по данным инструментам мы подошли к по NZD к историческим минимумам, ну, так скажем, минимум 2019-го года, здесь уже нужно наблюдать, что сформируется, но на текущий момент ничего нету, то есть эти с прошлой пятницы, как сказал, что вниз будет падать, так мы и пошли, так, и просмотрели иенку, как фунт, просмотрели, нефть на текущий момент у нас пошла вниз, я говорил, если ее смогут задавить вниз, то, в принципе, продолжится движение, и как видим, был указан уровень 49.30, пробили его, закрылись ниже, то есть пошел пошел обвал, те покупки, которые у меня были, я часть зафиксировал, часть по безубытку, конечно, скажем, ушла прибыль в моменте безубыток, но, скажем, это рынок, дальше, что интересного можно по франку сказать, по франку, говорил в прошлую пятницу, если задавит, вот мы торговались в этом диапазоне, если рынок задавит цену вниз, но на откате мы берем, и в принципе, как видим, пошел обвал, и мы отработали, вот, скажем, среднесрочные такие цели по данному активу, и, в принципе, кто торговал на данный актив, это был, это был один из моих учеников, Алексей, Шартил Франко, конечно, он все движение не взял, но какую-то прибыль, прибыль сумел зафиксировать частями, скажем, вот точка входа, так как я говорил, скажем, задавливаем цену вниз, откат, скажем, и движение один, профит зафиксирован, и второй профит зафиксирован, очень хороший плюс, конечно, кроме вот этих сделок, есть сделки учеников и убыточные, несколько, скажем, все мы не сможем на сегодня обсудить, кому интересно, пишите, скажем, в личку, мы в клубе обсуждаем эти сделки, дальше, на текущий момент по канадскому, по франку, что у нас, он пробивает минимум, здесь, скажем, возможно, дальнейший балл, скажем, но нету набора позиций, поэтому сейчас не рынка по данному активу, но мы можем дальше обвалиться. Также, ну, перейдем, как я в прошлый раз еще отметил, что франк не такой интересный для большинства, а сам интересный актив, это евро-доллар. Напомню, я уже долгое время говорил и скальпельский отбирал точку входа, вот у нас и многим говорил, на недельном допреме у нас дивергенция уже длится полтора года или чуть больше с 2018 года, с августа, на минимумах прошлой пятницы говорил, что есть возможно рисковый момент войти, скажем, с небольшим стопом и ожидать сильного движения наверх, оно, в принципе, произошло на текущей неделе, мы отрасли уже практически с уровня, ну, там, 250 пунктов, вот это такой средний срок, скажем, часть сделки я уже сфиксировал, у нас возможно, скажем, и будет возможно движение большое на 1,15, на 1,20 и так далее, возможно, даже и, скажем, районе 1,25, потому что нужно раздрузить вот эту дивергенцию, которая образовалась, поэтому на текущий момент, но прямо на сегодня точек хода по евро-доллару нету, кто успел купить на минимумах, напомним, мы там переписывались в комментариях на ютубе, я на выходных также отвечал, когда говорил в пятницу, что после образования хорошего импульса возможно покупать евро-доллар, кстати, вот один из учеников Алексей тот же, который франк торговал и евро-доллар, сейчас посмотрим, тоже, скажем, взял не все движение, но, скажем, какое-то определенное движение было взято, то, что я говорил в прошлую пятницу, возможно, на минимум было брать, скажем, евро-доллар, или, скажем, после заходного импульса на откате движение наверх очень хорошее по евро-доллару. Дальше, также, что мы еще упустили, упустили еще золото и биткоин, по золоту, по золоту, в прошлый раз говорил о том, что, скажем, золото все покупают, идет, скажем, такой бум, и нужно в ближайшее время ожидать, скажем, снижения. Но, не просто, скажем, когда золото идет в рост, мы продаем, 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 как некоторые покупают S&P 500. Да, сейчас на падении. Конечно, это можно словить меню, но нужно всегда ожидать модель, которые образуются на рынке и после этого уходить в шорт. Я уже часть скинул, часть сижу без убытки. Конечно, здесь может более что-то долгосрочно формироваться, какой-то паттерн, да, и только потом уйти вниз. И также нужно пробить, конечно, 1623, чтобы, скажем, пошло снижение по золоту. Я как раз вчера писал, мы должны были падать, скажем, мы следили с ребятами, с учениками на этой неделе, отслеживали золото, и только вчера, скажем, уже более-менее образовался возможный шорт по данному инструменту. Вот я делал скрин, вчера это, что должны падать сегодня, то есть, ну, имеется в виду вчера, оно, в принципе, произошло падение. Конечно, оно пока только небольшое, там 300 пунктов, но, скажем, возможно, перерастет, если там будет пробиваться некоторые моменты, возможно, долгосрочное снижение это все будет. Ну, посмотрим. Так как сейчас мы видим, хеджеры покупают иену, золото пока стоит на месте, если будет отскок по S&P 500 сегодня, то, в принципе, золото будут скидывать, и оно пойдет вниз. Если этого не произойдет, сегодня S&P 500 утонет вниз, то, я думаю, на выходных оставлять эти сделки очень сложно. Поэтому сегодня такой форпост пятница, если не будет выкупа по S&P 500, то просто на выходные это может такой геп образоваться, как немецкий индекс DAX, сегодня геп небольшой достаточно был, скажем, процентном соотношении он большой, но, скажем, кто-то словил минимум. Итак, что у нас осталось, золото обсудили, давайте еще обсудим биткоин. вот эти все модели точек входа мы обсуждаем конкретно на обучении, скажем, вот все модели, они согласно авторской торговой стратегии, модели как на дневном графике, на неделе, на часовом, скажем, все точки входа на шагин, чтобы с более коротким стопом. Так, сейчас подгрузиться. Ну, вот, краткий комментарий еще по Tesla, то, что говорил, что по Tesla это, скорее всего, пузырь, был прошлый выходной гиприд. Здесь, конечно, коряво было, точек входа было такие локальные, какие-то супер точки входа, так скажу, как есть, не было, скажем, сама идея пока идет вниз, и, во что она превратится, пока посмотрим, возможно, то, что я торгует криптовалюту, которая обучается на криптовалюте, скажем, в принципе, у нас произошло движение вниз, на текущий момент возможно дальнейшее снижение, в принципе, вчера как раз с учеником обсуждали, вот этот момент, он писал, что видит шорт, оно, в принципе, идет по чуть-чуть, но, скажем, ну, посмотрим, скажем, во что это превратится, или дальнейшее падение, скажем, посмотрим, как сегодня дневка закроется, скажем, всегда нужно ждать на рынке набора позиций, как было вот здесь по биткорнам, очень хорошее, здесь уже такой маленький и, в принципе, он сегодня локально падает, дальше, ну, в принципе, все, также, в принципе, напомню, со всех картинок, которые я делал, также, можно было заработать на индексе страха, если кто помнит, кто смотрел все обзоры, смотрит, также, кто подписан в фейсбуке на меня, я раньше говорил, еще в начале этого года, что индекс страха волатильности находится на минимумах, в районе, там, 12 пунктов, он уже долгое время, здесь была очень хорошая, долгосрочная модель на разворот, поэтому, я также это доводил к возможному развороту S&P 500, да, индекс волатильности удерживал минимум, S&P чуть-чуть обновлял хай, но в итоге, скажем, вот что превратилось с уровня 12, сейчас посмотрим, вот смотрите, уменьшаем, 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 смотрите, с 12, то есть, с 12 на 26, это на сегодня, это практически 100% движения, это если с плечом брать, да, вот есть ETF, торговля по индексу волатильности, третье плечо есть ETF, допустим, это можно с 300% сделать там в течение месяца, двух, скажем, вы никогда не сделаете, скажем, это на интердейт-торговле и на других форматах, поэтому, конечно, нужно иметь и железные имбейцы, да, чтобы торговать, потому что, как раз на днях переписывался с одним трейдером, который покупал Wix, скажем, не выдержал эту покупку, это, конечно, это нормально, когда есть страх и жадность на рынке, можно, скажем, страх может помещать заработать, а жадность может, скажем, погубить трейдера, поэтому это нужно, скажем, нужно очень адекватно торговать. Ну, здесь, с короткими стопами возможно было входить, скажем, такое движение очень хорошее. Вот данную модельку я уже описывал очень долго, скажем, согласно торговой стратегии здесь очень хорошие было. Такие они нечасто встречаются, поэтому на рынке нужно ловить моменты, потому что, скажем, не всегда будут такие хорошие возможности на рынке. В принципе, на этом закончим. Будут вопросы, пишите по среднесрочной торговле, также также были вопросы в прошлых комментариях по закрытому трейдерскому клубу. Вся информация есть на сайте, если будут дополнительные вопросы, пишите. Всегда обсуждаем торговые рекомендации, обменяемся опытом, разбор полетов, скажем, поддержка наставника, это все есть в нашем закрытом клубе, поэтому пишите, всегда буду рад помочь. Всем спасибо, с вами был на связи Виталий Куртов, до следующего обзора. Субтитры создавал DimaTorzok